приветствую друзья продолжаем играть сегодня за владимиросузовское княжество против этих проклятущих монгольских урт у нас 80 уже ход один ходик я без вас сыграл провел одну битву под хлыновом там в принципе ничего интересного не было сошлись постреляли друг в друга убили друг у друга по 400 человек у монголов 400 человек это было все что у них вообще было на поле у меня 400 человек это было треть стека и как бы разошлись идти на казань пока что нечем стеки проходят переформирование восстановления в ростове вот и тут еще будет процесс длиться долго два хода как минимум что-то за это время конечно одна ему из-за левого мяса белоузере ярославле и уже потом наверно ходиков эдак через пять наверное все же что-то подойдет казани пытается ее взять но конечно не помешает потому что тут есть кому мешать там что-то хоть мы разбили стек под владимиром пришел уже новый стек правда какой-то левенький он если далеко от нас не уйдет я наверно на следующий ход или через ход когда все восстановится сам на них нападу плюс идут ребятки кризани и их сегодня мы будем развивать на этот ход вот этот некое такое подобие стека без командующего зато есть остатки тархагутов почти целый не целый 93 по моему 94 75 осталось пеших есть конные тоже половине на и вообще тут такое очевидно пол стека бывшего золотого стека монгодском немножко взяли они наемничков плюс что-то смогли поднанять каких-то ребят без командира вот это все приперлась к нам кризани и сейчас будем убивать убивать надо потому что рядом ходят бродят еще два похожих стека вот этот зная более-менее целый тоже страховодами плюс приперся к нам сартак хан на приперсон из под новгород-северского там новгородцы потерпели очередное поражение полный их стек был разбит они отступили по отрядам они потерь почти не понесли зато численно астека ничего не осталось хотя сами монголы в новгород-северском практически и не пострадали по крайней мере как и запомнил 69 вроде так они остались хотя может быть я в чем-то там не ошибаюсь вот шурукан шурукан киевляне также стоят хотя войск под этим городом у них вроде как стало меньше но и монгол то тоже особо вроде как и не лезут по крайне мере наш дипломат возле азак уже не видит этого чагатая куда-то ушел по всей видимости ну как-то так как-то так но в принципе все нормально каких-то потрясений пропущенное время не возникло там вроде бы византия начала воевать с половцами но у нас это как слава касается это мне так в полуглаза на это смотрел или они союз разорвали чуть я уже запамятство сейчас давайте посмотрим так половцы да не союз византии разорвали а сама византия начала воевать с геной вот что я вспомнил отлично ну и давайте собственно наверно в бой будем сделать 81 годик и так наша армия нашего правителя великого князя юрия тирана все выбираем и посмотреть противник отступает в панике убегает нас но пытается убежать да кто ж его отпустит и нас почти 2000 вот он противник коцанный стек что-то есть целое что-то коцаная ночью должны их разбивать поехали так я готов противник готов все готовы что они там на нас побегут или как обычно будет побежали хорошо не только один вопрос будут ли работать наши раба личики как положено то это такое тонкие они побежали и решили постоять на горке хотя у наши лучники нет они не достают это они слышу слышу звуки эти силы по всей видимости по какому-то отряду лукаря не доставали уже не достают до монголы не совсем ясно что делают то ли они здесь решили встать на решили встать ну хорошо коли вы так решили давайте давайте встанем станем дети в круг мы подходим противник отходят и вот это вот тут вот это бесит короче отключаюсь когда сойдемся включить так ну что-то поехал таки противник решил сбегать к нам и пост постреливать постреливать их решение я их к этому не вынуждал лично осталось сделал за малым всяких убить и дело в шляпе для особое внимание конечно на наших раба личиков работают ли они вообще где они там те упоротые тварь и который каждый раз меня просто вымораживают своим диатизмом хотя бы пол отряда стреляет до нее почти висят расстреляют где две трети это уже это друзья это показатель так два на пять нормально работа конечно же хорчи тут заняли некую сверх далекую позицию для ведения огня тогда это не отнять альдар и пошли на прорыв не не пошли встали чё встали дело хозяйской встали встали у меня лучников хватает 3 на 8 ну конечно неприятно ничего не поделать сейчас дротиками получится уроду ты смотри какие наглые татарские уланы аккуратненько вошли как как нож в масло пока все складывается в нашу и здесь тоже они прорываются победим причем не одним отрядом ну давай давай старшая дружина терпи терпи нормально андротики идут вход туха гут и 23 рыла бердыши вперед покажите этим уродцам монгольским как вы обращаетесь данным видом оружием так вы дротики в них кидайте пошла жара пошла что у нас там 12 на 33 ну нормально нормально идет процесс процесс идет контора пишет и тихой сапой можно выводить мои конные подразделения кстати вот сюда можно еще от этих вот позвать этих сюда конница конница гена давайте тоже гены используем а то чужие так форчи пойдемте с гонзы им ну и противник принципе разбит буквально несколько отрядиков осталось пешие 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 трухогуты в которых почему-то не кидают наши ребята а надо покидать но и бердыши тоже в этих ребят идет все добивают гена гена наш куда-нибудь туда бежит и начинает гонять этот получше и истребили половину его армии отлично а это еще противник харчищу биндует неприятно я хашига вот отлично в хашигу вашей теперь в лучников прямо дальше проходите в лучников конечно плотность трое потеряли это неприятно но в принципе то уже все давайте мы был пораньше конечно пехтуру то отправить мы как всегда про слова очень видно хорошо попадаете только давайте кого уже отрываетесь от противника порчи влетаете так вот тоже парни не надо так делать убегающих догоняется истребляете тут есть кому позаботиться ни хрена себя я даже не вижу пешие турхогута не сдаются казалось бы их там всего это всего-то пару десятков ни фига подобного и дерутся то они там ни с кем-нибудь ни с каким-то левым мясом со старшей дружины одну из лучшей нашей пехотных соединениях 1325 и ничего чувствует себя превосходно так догнать 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 конницу догонять смысла нет все равно недавно они они все-таки начали отступать когда уж 9 осталось но неплохо-неплохо конечно без потери 18 процентов в этом неприятно куда деваться от монгола это монголы это трухогуты и это все остальное хорошо у кого вы еще не убили ты здесь а вы этого все еще не догоните победой восхититься весь христианский мир дужда он восхищение почти 300 человек потеряли 750 убили здесь мы укроемся от вражеских глаз не естественно казнить естественно вернуться в рязань и что у нас тут ухтер ежечка ежечки ежечки как тут много всего надо там как тут много всего надо вот этих полюбасику надо первым делом ну можно еще вот этого да но здесь так много показано это потому что я в самом городе на этот ход построил воинское училище которое там дает боевой дух повышает и повышает боевый дух дает боевой опыт ближнюю дружину теперь можем нанимать что я собственно и делаю но еще там какое-то улучшение для всех то ли бронь к то ли оружие не знаю что ты за это в общем их всех практически можно переобучить теперь в общем надолго мы тут занят киев 10 из 10 отношениям плюс еще с ростова два отряда идут переобучает надо возвращаю в рязань баллисты на всякий пожар так ты отойди боярская дружина ну и ждем что будет на следующий ход сделать вот этот сартак куда он пойдет я опасаюсь что на москву поэтому приготовил стек если что будем отбиваться но еще на здесь три стека монгольских неполных стоит владимир через два хода будет готов даже сам атаковать если что ну и в принципе этот ход я закончил давайте переходить 81 итак 81 ход новая франкская принцесса в лето господне 1260 60-го году никола пизана кому интересно может на паузе ознакомиться новое задание дипка с цели нам везет мы прямо рядом находимся и нам обещают получить что мы получим в войска столицы и битва у озера дурбе 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 между тефтонским орденом под командованием ливонского магистра бург харда фон хорнхаузена и маршала пруссии генриха боттеля их союзников добровольцев куршей перешедших в начале битвы на сторону противников эстов пруссов дачан и шведов с войском литовцев 13 июля в день святой маргариты 1260 года возле нынешнего городка дурбе в западной латвии жематия оставалась единственной языческой территории окружены христианскими державами отказавшись 1259 году перейти из язычества христианства после двух лет перемирия с тефтонским орденом данного жемайтам жемайтам наверно правильнее на раздумье еще 15 июня тефтонский орден опасаясь за свою южную территорию заключил мирный договор с мазовецким князем зимовитом целью завоевательного похода тефтонского ордена было покорение жемайте подаренным ордену миндовгом 54 году территориальные соединение двух частей ордена прусской и ливонской и создание единого немецкого государства на восточном берегу балтийского моря вместе с войсками ордена в битве приняли участие датские и шведские части в главе с принцем карлом светские рыцари европейских стран покоренные местные жители войско союзников составил приблизительно 3000 человек литовцев было около 4000 братья из ливонии пруссии собрались сильными войсками чтобы доставить провизию братьями замка святого георгия и когда они приблизились к этому замку прибыл гонец сказавший что 4000 литовцев разоряют некую часть земли уроне огнем и мечом и проливают кровь многих христиан согласно литовским летописи битва состоялась возле прохода а возле извиняюсь после похода войска великого князя медовга на пруссию когда объединенное немецкое войско шло к юргенбургу для захвата жемайте литовцы вторглись курляндию этим маневром литовцы вернули немцев в курляндию спутов их куланы 13 июля около брода через речку вытекающий из озера турбо началось сражение ближайшим к полю битвы крупным населенным пунктом был прусский мемель современная клепок лапеида литва после рыцарских построений как во всех рыцарских битвах средневековья основу извиняюсь что-то я сегодня с утра не совсем это основу рыцарских построений как и во всех рыцарских битвах средневековья состояли тяжело вооруженная рыцарская конница численностью 200 человек их окружала легкая кавалерия в начале битвы курши и эстонцы перешли на сторону литовцев и напали на войска ордена сзади литовцы сразу же напали на врага и уничтожили его согласно ливонской римфованные рифмованные хроники хроники петра дуйсбургского погибло 150 рыцарей ордена точнее орденов много простых воинов магистра бургхард форн фон хорнхаузен маршал генриха ботовель принц карл в плен попал около 15 рыцарей 8 из них литовцы сожгли живьем все за свои потери сразу же после окончания битвы литовское войско отступило с военными трофеями в литву не став продолжать военную кампанию в курляндии благодаря битве было остановлено продвижение немецких рыцарей в этом регионе на 20 лет после больших потерь в битве не только не были достигнут цели ордена по воссоединению ливонии и пруссии но был поставлен под вопрос сам факт существования тефтонского ордена на территории пруссии и ливонии поражение ордена послужил точком для масштабных восстаний покоренных прибалтийских народов в первую очередь пруссов в 61 70-х годах более известны как второе вера вероотступничество пруссов уршей в нынешней латвийской части покоренных в 67 году и зимгалов покоренных в 90 году и саремских эстонцев кроме того прибалтийские народы осознали необходимость объединения с литовскими князьями для противостояния германским рыцарям однако тефтонцы не были полностью изгнаны и же майте которая была передана им в 54 году король литвы миндовк вновь повел войну с немецкими рыцарями несмотря на внутренние распри в литовском королевстве в это время только набирающую силу литовское государство получило время для укрепления своей власти на подконтрольных территориях до 70-х годов тринадцатого века прикольно прикольно ничего не скажешь так что у нас тут владимир оружейку построили да а мы зачем ее строили там не напомнит тут дохода тоже неплохо столица наша так ну два хода еще восстанавливаться что-то можем заказать хотя нам нужны деньги поберечь тоже следующий ход нам нужно 14000 да я пожалуй вообще тратить не буду этот ход не будем закладывать никаких войск поскольку 14000 нам нужно очень очень нужно так где у меня там и лазью чик лазью чиката у нас после серии погиб и мы теперь не видим где-то монгольское стадо ходят бродить на так вообще ход дался не просто появилась куча монгольских стеков стек из-под владимира тоже вот сюда зато появился еще один какой-то кюль гневный но судя по армянски пехоте какой-то не знаю стек пятой волны что или как его правильно будет назвать радует что он явно идет мимо нас идет куда-то киевлянам наверно давайте нам верить вот здесь позицию займем чтобы он ведь не было и от хорошо плюс эти два стека они как-то фигни какой-то страдают и они пошли ни вперед ни назад ни кризание ни туда ни сюда мы очень стрёмно ребятю не что же дают они мне время еще переобучить три отряда мы это время с благодарностью потратим ты кого переобучить ну хотя бы так уже неплохо будет так ты сюда всех надо было конечно в город плюс артап не стал идти на москву он пошел новгород-северском и здесь мы видим много русские войска объединились но не они взялись вновь в осаду города пошли то ли в обратку свою историческую родину то ли еще куда конечно хреново надеюсь они где-нибудь встретиться и все-таки посражаются так убийца ты умеешь отсюда надо вот этого грохнуть по-хорошему там так но то вопрос куда мне теперь девать можем вообще попытаться с ними посражаться такое себе тут дурхагутов по-моему полный комплект так вот кого-нибудь одного я здесь могу пока не могу давай сюда засунем и тихий сап и нужно уже готовить нам войска войска которые отправятся покорять убивать уничтожать а казань захватывать одним словом но четыре отрядика здесь возьмем что-то здесь заберем на это все такое это все полумеры такое ощущение что я не туда засунул да это я молодец как вот и теперь нужно еще где-то пол стека взять в ясно где в ростове проблема в том что здесь не готовы типа у стеком совсем совсем ну как минимум еще два хода ждать тупо чтобы эти восстановились четыре отряда еще два новых отряда поднанять можно конечно отсюда дернуть это может быть опасно так ну тогда что если этот ушел сюда за один ход до москвы и он не дотянется тогда этих можно обратно вернуть куда-нибудь сюда чтобы находиться равно удаленно отрезание владимира что при необходимости туда и туда можно было бы поспеть не случай чего можно было бы наверно даже напасть на какой-нибудь стек мы спрячемся было бы тоже отличным да ты мне идешь заказывать мы ничего не будем так давай сбегаем до елабуги наверно глянем что тут да как ну и в принципе на сегодня действительно все давайте делать нам следующий 82 ходик будем смотреть что что как куда и зачем а гильдия теологов в белое озеро нет это мне не интересно 19 тысяч у нас есть княжеский пир хорошо тратим денежка от кулачные бои мне не нужны дорого слишком ухудшились отношения дипко война португалия здание но это ни о чем грузия начала воевать с иерусалимом то есть но вы поняли да но у них там территория теперь есть общая граница грузия взяла практически всех все территории турков сельджиков и теперь у них там есть территория начали воевать что же это любопытно а буквально через 18 ходиков мы с вами это все и увидим кто там кого куда и зачем разорвали союз иерусалим шотландзе и союз петра с днем оладушки переобучили всякое разное что-то построили белое озеро на денежку ветряную мельницу в москве ярмарочную площадь на рынок и ростов главное часовник построилась и теперь главное наше строительство почти на все деньги четырнадцать тысяч шесть ходиков ростов превращается у нас в твердыню 5000 на всякий пожарный случай мы оставляем при себе чтобы иметь скажем так подушку безопасности на случай если вдруг если вдруг у нас все полезет вниз ну а так конечно печально опять у меня был момент когда у меня практики практически везде все строилось уже теперь не строить ярославль занят дорога буквально еще один ход и хлынов два хода и что мы видим хлынов идут какие-то дядьки страшные страшные монгольские дядьки неприятно ох ебушки воробушки ох мать да походу я нашел стадо стадо сменила диспозицию да да друзья и стадо идет к нам я вас всех с этим поздравляю на машин все развернетесь и пойдете куда-нибудь в харизма обратно а парни ничего тут надо ну русский север сука холодно песцы ходят на хрена вам тут чё надо там зима он вообще сугробы нет прутся ничего тут чего вам так вот сделал конечно не поможет но а вдруг на это конечно это это кино если они все сейчас придут к хлынову и потом пойдут по именно по по северу по верху куда-нибудь на ярославль ну я не знаю о чем будем делать то есть отбиваться где-нибудь там в Рязани или по Владимире да это приятно и даже возможно возможно даже можно как так вот как я не знаю 13 процентов торговля вас не устраивает да мне ничья торговли не устраивает какая тут нахрен торговля когда там такие орды прутся еще бы вспомнить что я с тобой хотел сделать а вспомнил только вспомнил по ходу поздно да едь сюда да я вспомнил для чего я себе вообще нанимал причина что-то у меня вновь золотом вот здесь торговал да да на это это что по этому поводу можно сказать по этому поводу по моему ничего сказать нельзя аааа плюс монголы опять таки сартак а нет точнее кюль гневный не стал идти на швырукан с этой дорожки я думал он пойдет на швырукан нет он пошел напрямки через брод и то ли он сейчас вот куда вот он он может на москву пойти может на новорот северский пойти но радость что новгородцы вроде как там что-то себе дополнили вроде как возвращаются отвлекают ну такое я себе конечно но я не знаю мне прям вот я как это увидел мне дурно стало это же это это ну это песец это 13 стеков монгольских севни лаваде неверный все неверные пыль под ногами султана 13 стеков я друблю вам и некоторые даже страха ауты я лавад там желает вашей смерти новое ешки матрешки да да ну походу к . наш скоро все таки закончится нам сколько нужно продержаться нам нужно продержаться получается еще надо будет блин перечитать скрипт вторжения монголы сколько там продержаться надо 75 лет по моему то есть до 75 года надо продержаться тогда будет возможность заключить с монголами мир только нужен ли он нам и примут ли его вручу вопрос а вопрос от очень хорошие так хотел я от себя грохнуть грохнул шикарно пойдем дальше за этим чуть ну это конечно это жопа это жопа это новый год так какомить говноотряд есть вот говноотряд есть иди сюда из кого тут состоите очередные недобитки 9 в конных 11 пешек всякие лучники недолучники сюда фортик чтобы у нас не пропал ну давайте тогда еще напоследок этой серии и повоеваем с этими господами чтобы они не расслаблялись нас больше на тысячу да уж это это последние стили где мы так в наглую атакуем монголу да на битву начинаем баталию я построил сам и противник противник нам будет снова стоять нет вроде идет хотя сейчас могут развернуться и побежать вперед ну да как обычно ну тогда мы сугубо выключаем запись и будем тихой сапой подходить подходить на них на супостата так ну началась битва не на жизнь а на смерть пошел супостата в атаку ну и мы его принимаем заняло это всего лишь каких-то пять минут маневрирования тупого но все теперь зато честно а то мне как писали в комментариях мол ты посылаешь отряд а этот отряд один и это не честно ты агришь противнику ну обычный бред тут маневрирования вообще никакого нету противник один хрен даже если он тебя боится и постоянно отступает как бы не давая начать бою один хрену рано или поздно он прижимается к красной линии и уже дальше никуда не бежит а когда к нему на определенную дистанцию начинаешь подходить он сам на тебя в атаку срывается по-моему всем это известно но все равно этот бред до сих пор звучит ну в общем ладно не будем о грустном не будем о печальном вот они самоубийцам пикинеров в конную ну даже что-то смогли сделать но тут они удачно вошли в стык отрядов один хрен их тут выжило мало все складывается в нашу пользу вот они трахагуты оконные мать и до этих пока запинаешь они тут пол армии положат тебе но половину мы уже как бы убили тут неплохо они дротики да вот вы бы ищите дротики дали куда-нибудь так выходим ну в принципе хуже разбили тут вот эти вот убегающие подбегающие разбегающие пред будет сейчас бегать по-прежнему и мозг не вносить а так то уже можно сказать что уже все давно кончилось дротики сюда кидается молодцы троих еще убьем вот эти вот как нож сквозь масло проходит через пехоту вообще как будто строя пешего и нет ну давай то убей то его уже так конец и давай-ка сбегаем за этими аланами конными но там их еще много слышали они там карусель закружили ну-ка выдвиньтесь вперед и не тех выбрал сарямба тут стойте тут убегают здесь подбегают здесь давайте вперед немного выйдем ну здесь мы вроде удачно догнали этих аланов я надеюсь наше огнещание их вырежут хотя может случиться и наоборот и нас вырежут это вы слишком смело вышли на пикинеров а только пикинер ни хрена не готовы к приему и стояли с поднятыми пиками молодцы хвалю на расслабоне ребятки вообще сколько у нас там 28 процентов уже потери приличном приличном ну куда тут сюда ведем и стрельбу и неплохо они так падают в принципе все наши лукари вроде достают ну гоняться конец и за ними как бы смысла нет а здесь наши все таки победили правда половину отряда мы потеряли ну а хотя бы половину отряду они они весь уже одну это положительное момент так если что не успею успеть бы отвести супостата а то есть такое дело хорошо работа просто непринужденно работа тридцать на девяносто один третья армия потерять хотя армии можно сказать и не был против так какие то не до обидки ну да целый отряд вот этих стрелков всяких лукарей добыл но при этом с но нам набускали даже несколько раз первую линию прорывали досталось этим моим метателем вообще-то идите так ну и по сути по своей тоже все все равно не убегают сражаются монголы пеший лучник хобуту один последний командир стоит пославим господа больше не станет ну и давайте этих зашугаем враги бегут с поля боя уже не зашугаем они уже сваливают ну тут и естественно никто никого не догонит никогда это из области фантастики весь христианский мир 405 потеряли 500 убили минус еще один какой-то сбору пососинки стек монгольские но блин если на каждый монгольский стек по 400 они у нас реально своими листьями шапками закидают ну да убили молодцы сбору как бы нет даже тысячу денег нам принесли а пункта никакого даже можем лучников объединить красота красота слушай да ну что хлынов нам остается что делать хлынов мы не защитим это обычный город могучий город ну да могучий с каменными стенами нахрен все сносить и валить отсюда ну а чё чё делать конечно есть шанс что они еще все развернуться и уйдут ну чё то как-то мне не особо верить что они развернуться и уйдут да парни ну это конечно это жопа это жопа я вот сейчас вот так вот если бы заранее знать я бы этих половцев в казани холил бы и лелея и денежку дань бы им платила монет по сто лет сто не жалко лишь бы туда монголы бы не ходили а так блин ну да прибавку эти два города дают знатные с этим не поспоришь 8000 плюсом сразу в казную это решение всех наших финансовых проблем на тот момент да и на этот момент потому что если из нашей казны там убрать эти 4000 то мы конечно не в минусе еще будем мы уже какие-то серьезные постройки типа вот стадель за 14000 мы уже явно строить не будем ну вот такое себе короче будем думать будем ломать голову будем думать варианты как бы два либо 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 ломать все в хлынове и валить оттуда ну тут буквально уже на следующий ход станете понятно отобьемся мы не отобьемся мы ну это жопа но если у нас можно так сказать в метрополе все более-менее вынесли мы довольно большое количество стеков монгольских хотя тут вот еще стек с теми же самими трахаготами вот ребятишечки идут также струхангутками плюс два стека за нами этот вот этот кюль гневный плюс вот где-то здесь этот сортак гневный опять я вижу снизу под адзаком стоит как чагатай благочестивый ну в общем тут то что есть то нам за глаза если к нам еще припрется с десяток вот этих стеков это как бы все ну в общем вот такое у нас тут веселье так же ставьте лайкосики пишите комментосики ну и конечно же подписывайтесь на канал всем хорошим пока-пока